Лосяш, учи нас скорее читать! Мы всюду побывали, везде искали и нашли 31 букву! Всё, больше букв нет! Действительно, мы сфотографировали все звуки, а ты говорил, что букв 33! Лосяш, по-моему, ты от нас что-то скрываешь! Ну что ж, друзья мои, теперь вы знаете все звуки и буквы, которыми они записываются! Значит, буквы всё-таки кончились! Буквы ещё есть, а звуков нет! Как это? Буквы есть, а звуков нет? Это мягкий знак, а это твёрдый знак. Они появляются в словах тогда, когда нужно, чтобы согласный звук стал мягким, или наоборот, твёрдым. Это мел. Запишем это слово. А теперь прибавим мягкий знак. И мел превратится в мель. Мягкий знак просто волшебник. С его помощью можно превратить одно слово в другое. А ещё есть твёрдый знак. Он появляется в слове только тогда, когда нужно сделать согласный звук твёрдым. Иногда от твёрдого знака меняется весь смысл слова. Поэтому твёрдый знак – очень редкий знак. Вот, например, расскажу тебе одну историю. Гулял крош по лесу, устал, решил отдохнуть, увидел пенёк и сел. Так вот, если в слове «сел» появится твёрдый знак, эта история закончится по-другому. Увидел крош пенёк и съел. Да, вот и какой твёрдый знак! Ура! Мы нашли все 33 буквы! Я объявляю об окончании путешествия! Что же дальше, Лосяш? Дальше – алфавит. Букв много. И чтобы они все не перепутались, их выстраивают по... По росту! По красоте! По порядку! И у этого порядка есть название – алфавит. Постойте, подождите! Вот, это и есть алфавит. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, И краткое, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, А, Щ, Мягкий знак, И, Твёрдый знак, Э, Ю, Я. Вот какой чудный алфавит у нас получился! Теперь, если вдруг ты забудешь какую-нибудь букву, ты всегда сможешь её найти в нашем альбоме. Чтобы распечатать алфавит, нужно нажать клавишу «Печать». Теперь у нас есть букварик, и мы можем серьёзно заняться учёбой. Во-первых, мы повторим всё то, что узнали. Во-вторых, выучим наизусть весь алфавит. И, в-третьих, будем учиться читать. Сначала слоги и короткие слова. Потом слова подлиннее, а там и до предложений доберёмся. Крош! Нюша! А как же учёба? Ёжик получил загадочное письмо. Нужно срочно прочитать! Вперёд! Нас ждёт ещё много интересных приключений.